Всем привет! Это видео про замену приборной панели. Мы будем снимать старую панель 2010 модельного года и устанавливать панель TFT LCD 2014 модельного года. В этой панели установлен TFT LCD дисплей. Я покажу, как снять старую приборную панель, какие провода нужно прокидывать, как ее запрограммировать и как активировать, чтобы она работала. Всего существует три генерации этой приборной панели. У меня самая последняя третья генерация, 2016 год. Вот ее номер 314-53092. У первой генерации белая глухая крышка, у второй генерации белая крышка с перфорацией, как здесь. И третья генерация черная крышка с перфорацией. Говорят, что третья генерация работает шустрее, красочнее, но я, к сожалению, не имел возможности сравнить. Для начала нам нужно снять кожух, который на рулевой колонке. Для удобства работы рекомендую рулевую колонку опустить вниз и на себя руль максимально. Вот этот кожух поддеваем лопаткой. Он на защелках. Как только поддели, берем двумя руками за вот эту пластиковую панель и тянем на себя. Она тоже на защелках. Теперь нас интересуют винты. Вот эти два. И вот эти два. Берем головку. Головка звездочек. Т25. И откручиваем винты. Все, выкрутили. Четыре винта. Вкладываем в сторону. Опять берем пластиковую лопатку. И сверху аккуратно поддеваем. И доставим панель. Опять же, обратите внимание, рулевая колонка вытянута на себя и опущена вниз. Для того, чтобы вот острой кромкой приборной панели не поцарапать колонку. У нас панель включена, лучше ее выключить. Достаём ключ. Тут с обратной стороны есть колодка подключения. Аккуратно берем, поддеваем пальцем. Вот фиксатор. Вот так выглядит старая, а вот новая панель. Колодка подключения у панели идентична. Как видим, у старой панели слева динамику, новая справа. Так, по всем монтажным отверстиям они одинаковые. Почти наверняка с долей вероятности 99%. Панель сразу не заработает. Сейчас я это покажу. Сейчас я выключу подсветку. Мы включим зажигание и посмотрим. Вставляю ключ и держу старт-стоп для включения зажигания. Как мы видим, приборка глухая, черная. Ничего не произошло. Она не активировалась. Для того, чтобы новая приборная панель заработала, нам необходимо пробросить два провода к шине данных. Для того, чтобы приборная панель смогла обмениваться с бортовым компьютером автомобиля с центральным электронным модулем данными. Так что извлекаем панель обратно. Для того, чтобы новая приборная панель заработала, необходимо ее подключить к шине данных. Для этого нам нужно проложить два провода на седьмой и восьмой контакт колодки подключения приборной панели. Нумерация начинается с черного провода. Первый, второй, красный, третий. Четвертый, пятый, коричневый, шестой. И вот эти два отверстия, седьмой и восьмой. Пины можно взять на разборке, поищите приборную панель с колодкой. Либо по номеру можно сказать. Я в закрепленном комментарии дам номер, кто не найдет. Коншину я советую взять прямо за приборной панелью. Тут сзади находится толстый жгут. Ищем здесь косичку. Это два провода. Зеленый черный и синий черный. Вот я делил их специальной лопаткой. Это и есть коншина. По-моему, в этом жгуте несколько таких косичек. Неважно, какой подключаться. На седьмой и восьмой контакт. На седьмой мы подключаем синий провод. Вот этот седьмой, который рядом возле фиолетово-коричневого сюда. Мы синий провод подключаем, синий-черный. А зеленый-черный на восьмой. Пробросили два провода. Теперь разбираем колодку. Вот здесь есть такой вот плюсик. Внутри синий фиксатор. Его нужно вытолкнуть. Вот с обратной стороны достаем. Он держит пины, чтобы они не повылетали. Синий вставляем в седьмой. Зеленый в восьмой. Все, вот наша коншина уже подключена. Седьмой и восьмой контакт. Берем фиксатор и ставим его обратно. Все готово. Теперь можно устанавливать приборную панель и программировать ее. Несмотря на то, что мы подключили приборную панель к коншине, при включении зажигания она по-прежнему молчит. Ничего не показывает. Поэтому ее нужно запрограммировать, для того, чтобы она работала с этим автомобилем. После подключения приборной панели открываем программу P3 Tool и переходим на вкладку P3D. Что такое программа P3 Tool можно посмотреть в предыдущих видео. К сожалению, без этой программы не получится привязать эту приборную панель. На вкладке P3D можно посмотреть информацию о приборной панели, которая установлена в данный момент. Зеленым чекбоксом это отмечено. LCD DIMM. Указан бутлоадер. Серийный номер. А также можно считать текущий пробег, который записан в приборной панели. Это пробег от старой машины. В специальной колонке LCD Conversion можно подготовить прошивку, которая будет соответствовать типу автомобиля. Так можно выбрать модельный год. Допустим, это с 2012 года, либо по 2011 год. Выбираем соответствующую вашему автомобилю. Указываем тип привода и какой бак установлен. После этого нажимаем кнопку Write Flash. И в приборную панель запишется базовая прошивка, соответствующая вашему автомобилю. Сначала программа стирает старую прошивку с приборной панели, после чего будет записывать новую подготовленную прошивку базовой версии в приборную панель. Вся процедура занимает порядка одной минуты. Если все успешно запишется, вы увидите такие сообщения. Сразу после этого панель активируется, пройдет быстрый тест приборов, отобразятся некоторые ошибки. Сама панель будет на английском языке, поскольку у нас базовая версия прошивки. Если же после проделанных манипуляций ваша приборная панель так не засветилась, либо программа P3Tool ее не видит, есть еще один вариант установки. Для этого ставим на автомобиль обратно старую приборную панель, подключаем ее. В программе P3Tool переходим на вкладку P3D. Жмем кнопку обновить, чтобы убедиться, что у нас действительно подключена старая приборная панель. После этого нажимаем кнопку Program Mode и программа перейдет в режим программирования. Выскочит такое окошко с кнопкой ОК. В это время берем старую приборную панель, отключаем и подключаем новую приборную панель. После подключения новой приборки возвращаемся в программу и нажимаем кнопку ОК, чтобы выйти из Program Mode. Нажимаем кнопку Обновить. И видим, что новая приборка привязалась. Будет отображен зеленый чекбокс. После этого повторяем программирование, как я показывал ранее. Выбираем тип привода, топливный бак, модельный год и нажимаем Right Flash. Сразу после прошивки новый пробег уже будет записан в приборную панель. Жмем кнопку Считать пробег и смотрим, что в окошке отображается наш пробег. Также необходимо в конфигурации автомобиля изменить два параметра. Это 40-й тип приборной панели и 13-й оформление приборной панели. Для этого переходим на вкладку P3 Car Config. Ищем 13-й параметр. Это оформление приборной панели. Восстанавливаем тип оформления, который нам подходит. Обязательно нажимаем кнопку Save Change. Далее переходим на 40-й пункт. Тут мы будем указывать тип приборной панели. Выбираем 02 Basic LCD. Нажимаем кнопку Save Change. После этого нажимаем кнопку Write, чтобы новая конфигурация была записана в автомобиль. Далее переходим к настройкам приборной панели. Чтобы настроить время, необходимо перейти в программу P3Tune в вкладку P3D и нажать кнопку Set Time. У старой приборной панели была кнопка флажок, с помощью которой выставлялось время. У новой приборной панели этой кнопки нет. У новой приборной панели время настраивается на автомобилях с центральным мультимедиа-дисплеем, который установлен на торпеде. У старых автомобилей такого дисплея нет и настраивать время можно только через программу P3Tune. Некоторые дельцы это делают с помощью специального переходника, можно найти в интернете. Для этого нужно будет подключить через переходник старую приборную панель к разъему OBD. Для того, чтобы изменить язык приборной панели, в колонке Language в окошке Pits выберите необходимый вам язык и нажмите кнопку Set From Pit. Например, немецкий, либо японский, либо китайский, ну или, наконец, русский язык. Если на дисплее выскочит сообщение о несоблюдении срока технического обслуживания, его можно сбросить. Для этого в колонке General Settings нажимаем кнопку Rest SRL. Сервисный интервал будет сброшен. Когда все настройки были сделаны, самое время сделать бэкап приборной панели, чтобы в любое время можно было восстановить ее в исходное состояние. Для этого воспользуемся кнопкой Full Backup и создадим полную копию приборной панели в отдельный файл. А сейчас я расскажу, как правильно применить тему оформления для приборной панели R-Design. Для этого на вкладке P3 Car Config в параметре номер 13 выбираем четвертую опцию R-Design и нажимаем кнопку Save Change. После этого записываем конфигурацию в автомобиль. После того, как конфигурация записалась, достаем ключ из замка зажигания и закрываем автомобиль. Как мы видим, частично оформление уже применилось к приборной панели по анимации R-Design. Для того, чтобы оформление применилось полностью, необходимо выждать 2 минуты. За эти 2 минуты питание от приборной панели отключится полностью. И при новом подаче питания приборная панель загрузит новые настройки, которые мы сохранили в конфигурации автомобиля. Таким образом, оформление R-Design применится полностью к приборной панели. Выжидаем 2 минуты. Через 2 минуты погаснет свет. Можно будет отпирать брелком автомобиль. И при открытии двери вас встретит анимация R-Design. По сути, оформление R-Design сводится только к 3 вещам. Это как открытие автомобиля, логотип R-Design. Закрытие автомобиля, логотип R-Design. И синяя подсветка шкал. В остальном, это стандартное оформление. Дальше я буду просто показывать, как выглядит приборная панель, менять тему оформления. Можете посмотреть и ознакомиться. На этом всем спасибо за просмотр и удачи с установкой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok